Кто обязан представить декларацию о доходах в 2010 году за 2009 год? Прежде всего, это физические лица по доходам, полученным от продажи имущества. Это недвижимость, земельные участки, квартиры, гаражи, дачи и прочего имущества. Чаще всего это транспортные средства. Должна обрадовать налогоплательщиков. Мы и сами рады той ситуации. Что в этом году не нужно подавать декларацию тем, кто продал имущество, принадлежащее ему более трех лет. Раньше все должны были задекларировать доход. И хоть этот доход налогом не облагался, но декларацию нужно было подавать. Сейчас законодатель пошел навстречу нам и налогоплательщикам. И еще раз обращаю внимание. Значит, декларация подается только теми гражданами, у которых имущество было в собственности менее трех лет. Подают декларацию индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотарицы. Но они все знают об этих своих обязанностях. Может быть, меньше знают о необходимости подачи декларации лица, которые получили доходы от разного вида договоров гражданско-правового характера. Это доходы по договорам аренды любого принадлежащего вам имущества. Если вы сдаете гараж в аренду или квартиру, по окончании года декларацию надо представить. Обращаю внимание наших предпринимателей, акционеров, участников общества с ограниченной ответственностью. Если вы в 2009 году продали свои акции, акционеры, либо долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, то вам также следует представить декларацию о доходах. Подают декларации физические лица, получившие выигрыши по лотереи, по самым разным сейчас передачам, например, поле чудес. Дальше. Физические лица, получившие доходы при дарении, если подарок был не от близкого родственника. Близкие родственники определяются в соответствии с семейным кодексом. Это мамы, папы, родители, дети, сестры, братья. При продаже имущества недвижимого, находившегося в собственности менее трех лет, предоставляется вычет 1 миллион рублей. При продаже прочего имущества, чаще всего это транспортные средства, предоставляется вычет 125 тысяч. Еще более подробно. Например, вы приобрели автомобиль за 300 тысяч. Он у вас был в собственности два года. Продаете вы его за 270 тысяч. Если у вас не сохранились документы, подтверждающие приобретение автомобиля, то вычет вам будет предоставлен только 125 тысяч. Значит, сумма 270 минус 125 подлежит налогообложению. А если же у вас сохранились документы о приобретении автомобиля, при декларировании вы представляете эти документы, и полностью вся сумма не облагается налогом. То есть ваши затраты были больше, чем доход, который вы получили при продаже.